Дорогие друзья, здравствуйте! На календаре у нас сегодня 14 декабря, год по-прежнему 2023. Портал Прян начинает очередной вебинар в каком-то смысле итоговый, в каком-то смысле тема вечная, поэтому формальные итоги мы подводим просто потому, что год заканчивается, а так такие вебинары можно проводить регулярно, даже не то, что подводя итоги, а просто рассказывая о той ситуации, которая сейчас на рынке есть, точнее есть на разных рынках зарубежной недвижимости, сегодня мы будем говорить об инвестициях, о том, как вообще живет сегодня инвестиционный мир, как он выглядит для потенциального инвестора, в первую очередь из России, но в общем и из других стран, поскольку в некоторых случаях инвестиционный мир все-таки еще универсальный. И я с огромным удовольствием представляю нашего эксперта Екатерина Орлова, Intermark Real Estate, мы не первый, не второй, не третий раз в этом году встречаемся, и это очень приятно для нас, потому что Екатерина эксперт и собеседник, и просто красивая, красивая-красивая. Екатерина, вы сейчас же в теплых краях, да где-то? Да, я в Дубае, в нашем офисе, приветствую всех на вебинаре, рада уже, получается, второй год или даже третий подряд подводить с вами итоги года, думаю, что у нас, наверное, одна из лучших экспертиз на рынке, чтобы такой вебинар проводить, учитывая широту нашей продуктовой линейки. Действительно, с вами можем все рынки охватить и про все рынки рассказать. Хорошо, давайте, знаете, с чего бы я начал? Все равно с такого, может быть, общего вопроса. Все-таки, понятное дело, год 22, после февраля, он очень сильно перевернул карту для, ну и мировую, и для российских инвесторов тоже. Но все-таки, условно говоря, полтора года уже прошло, да, с февраля, и, соответственно, вот про год 23 мы можем говорить про такую, знаете, нестабильную стабильность. То есть, ну, все равно мы жили, уже, понятно, уже были санкции, уже были очень серьезные ограничения. Вот инвестиционные возможности в 2023 году, они уменьшились, увеличились, и вообще рынок инвестиций в зарубежную недвижимость, не только в применении к россиянам. Как он изменился, на ваш взгляд? Какие-то общие такие тенденции? Мне кажется, что применительно к россиянам, да, в первую очередь, если с нас начинать, то изменился подход к спросу. Во-первых, немножко снизился объем инвестируемого капитала по сравнению с 2022 годом, и стали инвесторы более тщательно подходить к выбору объекта, потому что в 2022 году часто стояла задача просто вывести капитал, разместить его куда-то с технической точки зрения в первую очередь, а уже какой это будет объект – дело десятое. В 2023 году стали более тщательно подходить к выбору объекта. Я бы сказала, что немножко, наверное, снизился общий объем спроса, но, с другой стороны, у нас в России больше нет просто никаких других валютных продуктов, инвестиционных, рынок ценных бумаг практически недоступен, и постоянно у тех, кто продолжает в него вкладываться, случаются какие-то перипетии. Соответственно, с российским рынком зарубежная недвижимость стала конкурировать намного меньше. Если раньше наш рынок рос, очень многие вкладывались в Москве, в Сочи, в Петербурге, то сейчас доходная недвижимость российская таких цифр не показывает, поэтому зарубежная недвижимость стала более интересной, и, наверное, поэтому только в 2023 году объем не так сильно упал, как мог бы по сравнению с 2022 годом. А если говорить в целом про то, куда направлен спрос, это, безусловно, Ближний Восток с Эмиратами во главе, и рынки Юго-Восточной Азии, где к традиционному Таиланду и Бали добавляется также сейчас Камбоджа, Вьетнам и другие направления, куда рассматривают вложения не только россияне, но еще и европейцы и даже американцы. Перед тем, как задать следующий вопрос, я напомню, что у нас работает чат, и вы можете задавать свои вопросы Екатерине. Соответственно, в чате пишите, будем рады на вопросы ваши ответить. И попрошу в чате опубликовать контакты с Екатериной и компанией Intermark Real Estate, с тем, чтобы уже по завершении вебинара кому удобно можно было бы пообщаться уже в частном порядке. Екатерин, давайте тогда немножко о инвестиционной деятельности вашей компании, не в том смысле, куда вы инвестируете, а как вы расширяете линейку. И я включу презентацию, чтобы посмотреть, вот вы назвали, там, Ближний Восток, назвали Юго-Восточную Азию. Буквально мы по каждому направлению пройдемся более активно, но, тем не менее, что вы приобрели в этом году, куда вы устремили свой взгляд, ну, несколько слов, пожалуйста. Да, ну, в целом, наша компания на рынке 30 лет, из них 16 лет мы являлись частью C-Civils, это международная компания, которая более полутора веков существует на рынке, 700 офисов в 70 странах мира, и мы все это время работали практически по всему миру, по зарубежной недвижимости. И за последние 12 месяцев, когда C-Civils ушла из России, мы открыли зарубежные офисы в Стамбуле, в Дубае, на Фукете, Бали. В этом году в следующем мы открываем Китай и Лондон, а также у нас офис на Кипре, свой собственный, который мы формализуем в следующем году, открыв юрлицо. А к моему конкретно департаменту относится все, что вся недвижимость, которая имеет первую цель инвестиции. И здесь мы работаем по трём основным регионам. Это Европа, где до сих пор остаются возможности, доступные для россиян. Самые популярные именно с инвестиционной точки зрения – это Великобритания и Кипр. И мы до сих пор проводим оплаты из России, хотя в 2023 году это стало намного более сложно, и, возможно, эти окна возможностей в 2024 году закроются совсем. Это рынок Юго-Восточной Азии. Здесь основные наши продажи, я уверена, что не только наши, это Пхукет и Бали. Но, да, возвращаясь к вашему вопросу, Филипп, о новых рынках, мы будем добавлять Вьетнам и Камбоджу, поскольку мы начали видеть, что есть спрос со уже таких более, наверное, продвинутых инвесторов, у которых уже есть сформированные портфолио на более популярных рынках. Именно в таких случаях мы уже рекомендуем добавлять какие-то новые страны и продукты к портфолио. Собственно, еще один рынок крупный – это рынок Ближнего Востока. Здесь лидируют Эмираты по понятным причинам, но помимо популярного в 2022 году Дубая добавились Абудаби и Рассальхайм, куда все больше и больше инвесторов начинают вкладываться. Добавился Аман, мы его продавали в 2022 году и даже до этого, и сейчас вижу, что другие агентства постепенно начинают тоже Аман прибавлять в свою портфолио, и больше и больше туристов едет в Аман из России, что, думаю, в дальнейшем, в 2024 году повлечет еще больший спрос к рынку недвижимости, потому что мы сначала едем отдыхать, а потом думаем, окей, нам понравилось, да, хотим инвестировать. Также это и Бахрейн, и Катар, и в дальнейшем Саудовская Аравия, но в Саудовской Аравии нужно подождать, пока будет законодательство, позволяющее вкладывать в этот регион деньги иностранцам официально, а не так, как сейчас. Но это вопрос всего-то, вроде как, одного-двух лет ближайших, да, вроде как? Да, да. Судя по тому, как развивается Саудовская Аравия, именно так, как говорят туристы, даже женщины, сейчас там очень комфортно, ну и страна идет на такое открытие границ, нацелено, и снижение требований, скажем так, с точки зрения ислама. Перед тем, как еще один, к следующему вопросу перейти, в телеграме нам задали вопрос, будет ли запись, традиционный вопрос, да, запись видео мы опубликуем уже сегодня вечером или завтра утром, а, собственно, материал обзорный большой, он глобально выйдет в самые сочные дни, в начале самого 24-го года, то есть мы там чуть-чуть уж прям его сделаем такой уж совсем-совсем-совсем конфеткой. Хорошо, давайте еще тогда к следующему кадру перейдем, ну, собственно, это продолжение того, что вы сказали, это ваш, да, ваш опыт по количеству сделок, по объему вложенного капитала. И один просто вопрос хочу задать, вы сказали про Китай, да, я правильно понимаю, что открыть офисы в Китае, это скорее история не презентации китайского рынка, а работы с китайскими клиентами, то есть это... Да, все зарубежные офисы, которые мы открываем, они преследуют две цели, это и работа с клиентами из России, стран СНГ на этих рынках, да, с локальными брокерами, и наоборот, это работа с локальным населением на зарубежные рынки, например, наш офис в Дубае, он работает с Эмиратами, да, с жителями Эмират, с кувейтсами, с катарцами и так далее, которые приобретают, ну, пока что в нашем опыте в основном британскую недвижимость, но в дальнейшем, я думаю, это будут и другие наши инвестиционные продукты. Таким образом, на рынке Китая, наверное, мы будем все-таки работать с китайцами, которые хотят вкладываться в недвижимость Таиланда, в недвижимость Великобритании и других стран. Пока что россиянам на рынок Китая, ну, в принципе, иностранцам на рынок Китая и заходить не очень комфортно, все-таки с точки зрения юридической, в первую очередь, это затруднительные процессы. Хорошо. Ну, давайте тогда поговорим о цифрах, да, и о тех направлениях, которые а приносят больше, б приносят стабильнее и так далее. Давайте начнем с большим, да, наверное, то есть это всегда более интересно. И я сразу, я буду, наверное, все равно задавать этот вопрос по ходу, но и тоже, чтобы вы все-таки отвечали, если мы сравниваем с ситуацией последнего года, вот год назад как было и сейчас, да, что изменилось на конкретном рынке, потому что, ну, собственно, вот в этой новой реальности мы живем уже намного больше одного года. Итак, начинаем с... Кого начинаем? Если самое доходное... Самое доходное – это Бали. Как было, в общем-то, так и есть. Да, давайте я буду там соответствующие слайды показывать. На Бали, как бы, из чего вообще складывается инвестиция? Из трех вещей. Ну, во-первых, в Бали популярное туристическое направление, любишь отдыхать, соответственно, часто связано это с любишь инвестировать, особенно когда доходность такая. Вторая – это высокая доходность с дачи в краткосрочную аренду, она достигает на Бали реальных 15-ти годовых. Некоторые заявляют цифры больше, но вот мы на недавнем нашем вебинаре разбирали, почему это не так. И, конечно же, существенный рост, прирост цен на недвижимость во время строительства, он до сих пор сохраняется, и он будет, я думаю, сохраняться в среднесрочной перспективе, как минимум трех-пяти лет, просто из-за ограниченности площади постройки и из-за достаточно небольшого количества проектов, которые выходят на рынок, которые реально конкурентно способны. У них хорошая концепция, у них профессиональное управление и так далее. За счет этого Бали на данный момент – это самый высокодоходный вариант для инвестиций, где, собственно, от аренды это 15 годовых, за время строительства, которое обычно составляет два года, это от 40%, как правило, и дальше, когда недвижимость готова, она продолжает приорастать на 5-10% в год. И это все возможно благодаря как иностранным туристам, количество которых стремительно растет, то есть вот на Бали за этот год, скорее всего, прибудет ближе к 5 миллионам туристов иностранных, и в следующем году ожидается уже 7 миллионов, и продолжает развиваться инфраструктура острова. Собственно, также я бы, наверное, здесь хотела добавить про то, что изменилось. В Дубае в прошлом году достаточно много кто заходил по спекулятивной стратегии. В Дубае вы говорите или на Бали, простите? В Дубае, да, в Дубае. Мы сейчас просто говорим про высокодоходное направление, да, и я хотела привести вот такие примеры. На Бали доходность, она высокая, она будет продолжать сохраняться, вот такой достаточно высокой при правильно выбранном объекте. В Дубае тоже многие инвесторы заходили по спекулятивной стратегии, да, когда они покупали что-то на старте продаж и перепродавали там через какое-то время, несколько месяцев, и вот у нас есть некоторые успешные примеры выхода и неуспешные. И дело в том, что сейчас рынок, он поднимается последние 3 года, и он приходит к такому состоянию, когда он готов измениться, да. То есть сейчас, если вы будете заходить по спекулятивной стратегии, ваши шансы выйти из нее успешно через несколько месяцев или там через год с приростом, они существенно ниже, чем если бы вы это делали в 2022 году. И даже более того, даже те, некоторые, кто заходил в 2022 году, они умудрились выйти с минусом в этом году на растущем таком рынке. Когда вы говорите о спекулятивной стратегии, вы все-таки подразумеваете перепродажу в очень ограниченное время, то есть там полгода-год, но потому что формально ты можешь там подождать 5, 7, 10 лет. Да, это срочная стратегия, да, где инвестор рассчитывает на прирост цены во время строительства. И за счет того, что обычно есть рассрочка на строящиеся проекты, там можно делать теоретически и иногда, очень редко практически, иксы, да, то есть там можно сделать 100% сверху на вложенный капитал. Но есть как случай такого плюса, и вот, по-моему, у меня есть такой случай в презентации, которым я бы хотела поделиться. Давайте на Бали в разделе Индонезия. Нет, в разделе Дубая я сейчас его найду в презентации. Да, вот этот слайд. Соответственно, вот прекрасный пример был в этом году. Очень популярный проект в Абу-Даби, The Source, от ведущего застройщика Альдар, который находится недалеко от Лувра, и вот напротив вот этого прекрасного музея Шейхазаида, который вот-вот достроится и будет иметь такой замечательный вид, как в Сидне-Опере. Здесь клиент зашел на старте продаж, заплатил там, по-моему, 20% в общей сложности за время, которое он держивал объект, и вышел с прироста, там, сделав, по-моему, 2x. Вот есть такой пример. Ну, это понятно, такая приятная. Это очень точечная история. Вот в чем, как бы, самая главная проблема этой стратегии. И есть обратная история, и почему я выбрала обратный пример, на таком уже более длительном периоде, что как раз-таки в 2014 году был пик рынка, в 2015 году был очередной пик рынка в Дубае, и там точно так же люди продолжали думать, что рынок будет расти, вкладывались на стартах продаж. И вот здесь пример от прекрасного, между прочим, застройщика, мне, от у которого высокое качество строительства, купили за 508 тысяч, и сейчас, выходя в 2023 году, на рынке, который рос, 3 года, вышли с минусом. Ну, вот эта история, да, что максимум в 2013 года рынок объединенных армских, ну, Дубая, да, давайте говорить, рынок Дубая не достиг до сих пор. Это вот такая... Не достиг до сих пор, и очень много... В частном случае, это может быть такой жуткий пример. Да, это еще не жуткий пример. Вот жуткий пример тоже мы показывали на нашем вебинаре, на комплексе Азизи Ривьера, когда клиент зашел в прошлом году, в ноябре вышел в этом году, в октябре, и потерял 43% от изначальной цены за год на растущем рынке. Это к вопросу, да, о доходных инвестициях. А что, ну, это, видимо, в какой степени все-таки вот столь неудачную инвестицию определили какие-то его личные обстоятельства, что ему нужно было быстро продать, ну, то есть, как бы, какой смысл продавать? Ведь говорят всегда, не продавай, подожди, и ты ничего не потеряешь, да? Скорее, ты теряешь тот момент, когда продал. Да, это, как, знаете, с ценными бумагами, но иногда бывает так, что они упали, и они уже больше не восстановятся никогда, да, поэтому это вот такой тоже вопрос, выходить или не выходить. А здесь, я не знаю, это был не наш клиент, благо, да, мы бы никогда не продали Азизе, в принципе, как девелопера. Здесь это сделки в Дубае, очень удобно смотреть на сайте Dubai Land Department, публикуется вся информация, абсолютно чисто прозрачно, вся аналитика предоставлена и так далее. Но даже при такой аналитике сложно делать прогнозы, потому что сейчас есть ощущение того, что рынок именно для такой, как минимум, спекулятивной истории действительно перегрет. И к вопросу о том, что будет высокодоходным в следующем году, а вот Дубай высокодоходным он вряд ли будет. Давайте тогда, я вернусь, вот в презентации вы показали один кадр, практически в самом начале, когда мы говорили, вот, нет, 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 да, 10-15% доходность, вы назвали цифру в 15% по возможности, возможному доходу от аренды, и от 40, от 20, но от 40 в большинстве проектов, если мы говорим по ходу строительства, то есть аналитический рынок, по вашему мнению, в этом смысле еще такой, готовый к росту. Но тогда вопрос, вот эти цифры 15 и 40, это все-таки такой оптимистичные проекты? И это, ну, вряд ли это средняя цифра? Нет, 40% за время строительства, это как раз такая средняя цифра по рынку, или я бы даже сказала, что стартовая цифра по рынку, большая часть проектов прирастает больше за время строительства. Связано это с тем, что есть, конечно, и риски, да, в Дубае, например, сейчас это эскроу-счета, которые теоретически защищают капитал инвестора, в Дубае нет эскроу, на Бали нет эскроу-счетов, и это создает риск на тот капитал, который вкладывается в стройку. За счет этого и есть такой прирост за время строительства. Аналитика его подтверждает, да, он там минимальная разница между строящимся и построенным объектом, одинакового уровня, там, 30-40%. Чистыми мы считали, да, со всеми налогами, расходами и так далее, и так далее, а вот у нас последний выход был у инвестора, он получил 20% годовых чистыми. Вы учитываете, например, и вообще, насколько это можно учесть в таких расчетах, там, затраты на авиабилеты, если он едет, смотрит, и так далее, если... Затраты на авиабилеты мы, к сожалению, да, не включаем, но он не летал смотреть, так что, наверное, это корректно, вот, но все остальное, вплоть до личных налогов, да, там, в зависимости от страны налогового резиденства, мы учитываем в расчете, что, конечно, корректно делать. Скажите, ну, хорошо, вот такой результат, вот 20, это средний, или показатель 20%, что человек получил, или это все равно определенного рода удача? Я бы сказала, что средний, если изначально правильно выбран проект. Безусловно, есть, там, такие застройщики или проекты, как Азизи, да, в любой, мне кажется, локации, в проекты которых не стоит вкладываться. 70%... 70%... 7 месяцев, 7-8 месяцев назад мы с вами говорили про Индонезию, и вы тогда отмечали, что очень велик риск, связанный с появлением на рынке новых, не обязательно плохих, но новых застройщиков. Как эта ситуация меняется сейчас? Что собой представить? Опять же, если брать с начала этого года, вот вы называли все равно такие же цифры, то есть, по сути, ничего не поменялось, и новых ребят по-прежнему столько же строят. Итак, несколько слов об этом можно? Ну, смотрите, сами по себе новые застройщики не являются риском как таковым. Инвестиции в их проекты для инвесторов, вот это риск, да, потому что непонятно, как они построят, какое будет качество, достроят ли они в принципе и так далее. И то, что я вижу, большая часть новых девелоперов, они пока не имеют возможности профессионально найти действительно хорошие участки земли. Да, то есть они обычно, то, что я вижу, эти проекты новых девелоперов, они появляются где-то в Ченгу на задворках, где вокруг идет еще почему-то какая-то стройка. Они идут в район уже Перелина на Сесиха, да, где, ну, это следующий район по развитию за Ченгу, но тот район, который мы считаем самым интересным для инвестиций, это район Букито. И там участок вот такому неподготовленному девелоперу для создания хорошей концепции отельной получить достаточно сложно. Поэтому, собственно, они, конечно, выводят какие-то проекты на рынок, но можно совершенно спокойно инвестору просто в них не заходить. На рынок они как-то негативно сами по себе влиять, наверное, не будут. Сделки, которые осуществляют в этом году инвестиционные, давайте про Индонезию конкретно говорить, это, как правило, удаленные, или все-таки люди приезжают, что смотрят, или смотреть там просто нечего, поскольку речь идет о сходе строительства. Как вот это происходит процесс сейчас? Ну, у нас процентов 30, наверное, клиентов приезжают, но в зависимости от того, какой еще сезон. Сейчас, конечно, высокий сезон для конкретно россиян, потому что у нас холодно, там тепло, поэтому сейчас больше клиентов приезжают, смотрят. Но летом, например, совершенно спокойно покупали удаленно. Но смотреть вообще есть что. У большого количества девелоперов есть уже сданные проекты, в которых можно, например, заселиться и вообще посмотреть на качество их управления, посмотреть на качество строительства. У нас сильно расширилось портфолио за последние месяцы, и мы предлагаем намного больше готовых проектов в том числе. И это связано с нашим желанием продавать не только россиянам, которые обычно любят вкладывать в стройку для того, чтобы как раз заработать побольше, но мы будем продавать еще недвижимость и австралийцам, и сингапурцам, то есть региональным покупателям, которые как раз хотят готовое, как правило. Только Бали применительно к Индонезии, если говорить? Только Бали, потому что Бали – это… Ну, Бали и соседние острова, там Ламбоги и так далее, вот, потому что остальная часть Индонезии – это преимущественно мусульманская страна, и там нет таких, такой комбинации факторов, которая сложилась на Бали для инвестиций. Вопрос от Натальи, он вопрос такой анонсовый, типа, скорее, по поводу Турции. С вами вы скажете несколько слов? Может быть, не сейчас, чуть попозже. Хорошо? Можно сказать пару слов про Турцию, но, как вы знаете, Турция, она в первую очередь относится к другому департаменту в нашей компании, к департаменту веграции. Ваше мнение будет интересно услышать. Да, да, конечно. То есть поговорим про Турцию, но давайте, раз уж мы сейчас заговорили про высокодоходные, и Турция сюда не попала, значит, про высокодоходную Турцию уже нет. Ставка заполняемости. Я думаю, что мы, ну, наверное, каждый слайд уж не будем подробно комментировать. Я думаю, что кому интересно, ну, просто напрямую обратитесь к Екатерине и за презентацией, потому что она гигантская, да, и для того, чтобы уже получить какой-то, может быть, конкретный, более точечный. Да, конечно. Я здесь единственное, что по Бали вот привела бы пример. Вот сейчас будет старт продаж отельной концепции на Уловату, это как раз букит, который мы рекомендуем для инвестиций. Это первая на Бали вообще концепция с брендом отеля. И здесь стартовая цена прекрасная, там чуть меньше 140 тысяч за номер 34 квадратных метра. А вообще пару входов... Вообще, в целом, на Бали от 100 тысяч долларов можно уже рассматривать какие-то объекты. Речь идет все-таки, вот самый такой, ну, сочный, понятный объект, который можно рассматривать как инвестиционный, это, ну, апарт-отель, да, в такой логике? Это либо апарт-отель, либо все-таки виллы. До сих пор процентов 70 рынка – это виллы, и они очень большой популярностью пользуются у инвесторов. То есть виллы в рамках какого-то комплекса, где есть какое-то управление, или это может быть просто вообще отдельно стоящая история? Может быть и отдельно стоящая история, но ее ликвидность в целом в дальнейшем, она, наверное, меньше, да, потому что отельная концепция, она всегда пользуется популярностью у гостей и забирает, конечно, часть трафика уже у самих отельных брендов. Окей, давайте дальше смотреть. О, переносимся немножко к северу от Индонезии, Таиланд. У вас, знаете, так цифры были 10-15, здесь 5-10, даже страшно, что будет дальше. 5-10, давайте в двух словах о Таиланде, что это, ну, то есть, что это с инвестиционной точки зрения и какие изменения за год произошли, на ваш взгляд? Ну, в Таиланде цифры ниже просто потому, что это более консервативный, более сформированный, зрелый рынок, чем, например, на Бали, да. Он более зарегулирован, и отсюда доходность, она несколько ниже, чем на Бали. Думаю, что через какое-то время и Бали к этому тоже придет. Ну, понятно, что от новых текущих цен, а не от тех, которые есть сейчас. В Таиланде, в частности, в Фукетте, очень распространены инвестиции в кондоапартаменты. Виллы для именно сдачи в аренду и для доходности, они меньше пользуются спросом. Виллы все-таки покупают в основном для концепции второго дома, приезжать туда на зимовку, ну, и там оставшуюся сейчас времени, например, сдавать. И в Таиланде что изменилось? Ну, во-первых, ввели новую визу для россиян, увеличив время нахождения в стране существенно, и я думаю, что сейчас это очень сильно отразится на предстоящем высоком сезоне, в том количестве туристов, которые приезжают в Таиланд. Там, кстати, был слайд про количество иностранных туристов. Это, правда, было на всю страну. Здесь это как бы на всю страну, то есть не только на Пхукет, но тем не менее. И, в общем-то, Таиланд продолжает своими темпами развиваться, недвижимость стабильно растет в цене. То есть такое более консервативное вложение. Я бы, наверное, такого охарактеризовала. Но вы все равно его относите, между тем, вы все равно его относите к высокодоходному, ну, раз появляется двузначная сумма процентов, уже хорошо, да? Здесь я бы его... У нас есть отдельная категория, да? Это проекты с фиксированной доходностью. Есть всегда категория клиентов, которые ищут некий аналог, альтернативу валютным депозитам, которые у нас сейчас недоступны, да? И где вам по контракту прописываются определенные суммы выплат. Вот Таиланд, Пхукет, это одна из локаций, которая предоставляет такие выплаты и с высокой степенью надежности. Можно зарабатывать 7% годовых с фиксацией на 5 лет при там инвестициях базовых от 120 тысяч долларов, что многим клиентам очень удобно, особенно учитывая, что можно просто в России недвижимость оплатить рублями. Вот. Поэтому здесь как бы разные категории клиентов. Здесь более консервативный вариант для тех, кто ищет что-то стабильное, со стабильными выплатами. Либо есть Бали, да, где можно иметь чуть более высокие риски, но и более высокую доходность. Если мы говорим о Таиланде и о freehold leasehold, который там leasehold с одной стороны по-прежнему все равно определенную часть покупателей пугает, с другой стороны с инвестиционной точки зрения, в некоторых случаях там на протяжении долгого срока, за счет там в частности меньших налогов, leasehold оказывается даже более выгоден. Ваш взгляд, насколько это сейчас так, и насколько вы в этом смысле виллы или апартаменты с этой точки зрения, чтобы вы сказали, более интересны? Ну, freehold leasehold, это на самом деле, во-первых, у них нет ничего страшного, да, и на самом деле в Таиланде можно покупать и виллы, и апартаменты во freehold при желании. Да, их можно оформить, а просто инвестиционные апартаменты, которыми являются студии и односпальные варианты, они как раз, как правило, покупаются в leasehold, просто потому что, как вы сказали, там ниже налог и так далее. Вот, и никаким образом на дальнейшую ликвидность это не влияет. Где leasehold влияет на ликвидность, это на Бали. На Бали немножко другие условия, там есть первый срок, который включен в цену, есть приоритетный срок продления, и то, кстати говоря, не во всех проектах. И здесь очень важно, да, смотреть на вот этот совокупный срок, насколько он длинный. Часто он бывает такой же, на самом деле, по длине, как в Таиланде, где срок расхода 90 лет. В некоторых проектах на Бали может быть точно так же, там, например, 38 плюс 50, имеем 88, то на то и выходит, да. Вот, но на Бали это будет влиять на ликвидность, да, сколько лет остается. Но что я скажу, что иногда, ну, допустим, возьмем Дубай. Я сейчас просто в Дубае нахожусь, поэтому люблю его упоминать. Мы тут ехали с коллегами и думали, какое самое старое здание в Дубае, да. И реально самые старые здания, они, наверное, в Дейре какой-нибудь, и им, не знаю, сколько, 30 лет. В Дубае старых зданий реально нет. А те, которые есть, которым там больше 10 лет, они по большей части уже в таком состоянии, что они, ну, не все, конечно, но большая часть, они не будут уже какого-то ремонта, 10-летние здания. Поэтому, когда мы говорим о сроке, там, например, лесхолда на, там, 90 лет, то я не знаю, например, что будет с зданиями в Дубае через еще 80 лет. Ну, сейчас строят не так, да. Что строят не так, как строили 200 лет назад. Он 100-200 летний у нас за окном. Да, да, поэтому то, о чем должен думать инвестор в первую очередь, это то, как будут выглядеть его, как будет выглядеть его инвестиции через 3-5 лет. Такой оптимальный срок удержания любого инвестиционного объекта в недвижимости. Там иногда он может доходить и 7, и 10 лет, но вот 3-5, 5-7 – это такой оптимальный период. Лучше думать о том, как выйти из инвестиций через эти 5-7 лет, как будет выглядеть мой объект через эти 5-7 лет, и, как бы, кому я ему смогу продать, за сколько и на каких условиях. И поэтому, если лесхолд, количество лет лесхолда остается после этих 5-7 лет, и оно достаточно для того, чтобы объект был ликвидным, то лесхолда абсолютно не стоит бояться. Он, наоборот, снижает ваши затраты на покупку объекта изначально и повышает вашу доходность как инвестор. Возвращаясь к Таиланду, все-таки стратегия получения максимального или, скажем так, достойного дохода – это аренда, это перепродажа по ходу строительства или, может быть, есть надежда на дальнейший рост цен, хотя в Таиланде последние цифры, насколько я понимаю, и до пандемии там не было такого, что прямо безумные скачки в ту или другую сторону. Да, так это хорошо. Это консервативный рынок, где здесь обычно стратегия в Таиланде такая – вложиться на этап, например, стройки. Девелопер, чьи проекты мы эксклюзивно представляем, Phuket 9, в которых фиксированная доходность, он платит эти 7% начиная с… Давайте тут где-то после… Да, 7% на 5 лет, вот предыдущий слайд был. Вот этот, да? Еще один, еще назад один. Да, здесь фиксированный доход 7% на 5 лет, прямо начиная с 100% оплаты. Девелопер использует эти средства вместо проектного финансирования, которое стоит дороже, кстати говоря, в Таиланде, поэтому ему очень выгодно платить вам 7% сразу. И после этого еще там, да, в течение 5 лет доходность эта будет выплачиваться, и параллельно проект, конечно же, растет в цене. В Таиланде за время строительства проект прорастает чуть меньше, если на Бали там это 40%, но то в Таиланде это, наверное, 20-25, и в дальнейшем он продолжает прорастать на какую-то там относительно среднюю сумму, там 3-7% в год. Если мы говорили о Индонезии и подразумевали исключительно Бали, в случае вашей компании Таиланда это исключительно Пхукет? И если да, почему, если нет, то почему? Нет, это не только Пхукет, мы также занимаемся рынком Самуи, просто Самуи сейчас больше, медленнее, точнее, раскачивается после пандемии, и поэтому там ликвидность объектов еще не такая высокая, и в основном то, что сейчас смотрят, смотрят для собственного проживания либо второго дома. Но думаю, что с восстановлением туристического потока в дальнейшие годы Самуи тоже поднаберет популярность. Помимо этого мы имеем экспертизу на рынке Бангкока, и вот сейчас ее будем продвигать более, наверное, сильно, потому что Бангкок – это единственная возможность инвестировать в обычные квартиры на рынке Азии, потому что есть инвесторы, которые ищут консервативную историю, вложить в высоколиквидный объект средства, получать доходность от сдачи в долгосрочную аренду, экспатам, каким-то локальным профессионалам, и держать там 7-10 лет такую недвижимость, и она параллельно растет в цене. Раньше всегда такие инвестиции из России делались преимущественно в Европу, там Лондон, Берлин и так далее. И сейчас, когда эти страны недружественны и сложнее в них инвестировать, даже если это хочется, то нужно искать альтернативные варианты. И вот на всем рынке Юго-Восточной Азии Бангкок – это такая локация, которая нам и доступна, и комфортна, и туда еще доехать легко можно, потому что, например, Гонконг, Сингапур – там адские налоги на покупку. Да, Малайзия, Куала-Лумпур – там мусульманская страна со всеми вытекающими. Ну, то есть, возможно, это будет интересно, но на каких-то более поздних этапах. А, подождите, а Вьетнам? Ну, там же, слава богу, там Хашимин, Ханой, там же они же вроде как тоже такие… Да, 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 Хашимин, Ханой, но мне кажется, что все-таки Бангкок, он будет более популярен, будет первым выбором по сравнению с Хашимином и Ханойем, и там более высокая емкость рынка. Ну, то есть, рынок больше, соответственно, он более ликвидный. Раз уж сейчас покинем Юго-Восточную Азию, спрошу, просто, самому было интересно, на выставке последней несколько человек пришли, то ли они имя мое увидели, Филипп, они все про Филиппины спрашивали. Вы интересовались, не интересовались, присматривались, что там вроде как тоже… Ну, один из таких… Это все история про емкость рынка, пока что, я думаю, что на Филиппинах она недостаточно высокая, чтобы он был интересным. Это страны россиян или вообще, в смысле, емкость? И в принципе, в принципе. Окей. Хорошо. Давайте смотреть дальше. Значит, мы поговорили с вами про Юго-Восточную Азию, ну, а теперь поговорим именно не о высоких доходах, а о, как я понимаю, более таких… Давайте про фиксированную доходность закончим, потому что вот мы поговорили про Пхукет, где есть фиксированная доходность, и есть у нас, ну, помимо Таиланда, есть еще второе направление, где фиксированная доходность есть, и просто вот эту тему можем закрыть. Давайте, давайте. Но фиксированная – это уже как бы совсем другая история, может быть, меньше, но надежнее. Да, меньше, но надежнее, но не всегда меньше, что, кстати, потрясающе, на мой взгляд. У нас сейчас есть акция, которая проходит до конца 2023 года, коттеджи в загородных отелях, которые мы время от времени с Приан упоминаем, в различных вебинарах, в статьях. Да, до конца 2023 года можно проинвестировать уже готовые коттеджи и получить 10% годовых, фиксировано на 10 лет. На моей памяти я 8 лет занимаюсь, 9 уже, да, в этом году будет зарубежной недвижимостью. Это, наверное, самая высокая фиксированная доходность в таком надежном проекте, который я когда-либо видела. Связано это с тем, что девелопер выкупил на фабрике, на освободившихся мощностях, большое количество коттеджей, которые были доступны, и вот сейчас сделал такую акцию, чтобы их быстрее продать. Собственно, большая часть уже распродана, там остаются считанные коттеджи, собственно, в которых можно эту акцию получить. Стартовая цена относительно невысокая, ну, выше, конечно, чем в Таиланде и на Бали, там 180 тысяч долларов получается примерно, но, тем не менее, это, ну, нет такой доходности. Некоторые объекты на Бали, да, уже готовые, они не будут реально чистыми приносить 10% годовых. Здесь это фиксированная доходность, прописанная в контракте, которую можно получать сразу же, и более того, мы сейчас продумали схему оплаты, в том числе рублями из России, она у нас появилась буквально недавно, там, несколько недель назад, вот, и можно ей пользоваться, благо такая возможность есть. Тут нельзя не спросить, все-таки, ну, юридически покупка гражданами России недвижимости, что в дружных, что не в дружественных странах, со стороны этих стран не запрещена, да, то есть, как бы, вопрос только возникает в том, а как, ну, одно дело не запрещено, а другое дело, банк деньги не принимает, и, как я понимаю, есть еще определенные ограничения, связанные с, ну, просто российским законодательством, да, то есть, ты же не можешь напрямую покупать с российского счета лица из недружественной страны. Как эти вопросы сейчас решаются? Эти вопросы решаются так же, как они решались на протяжении последних двух лет. Мы проводим платежи из России до сих пор, из несанкционных банков, и их совершенно официально выпускают. Это просто, как бы, очень долгая тема для обсуждения, у нас есть прямо отдельный вебинар ей посвященный, а вот последняя схема, где можно будет оплачивать рублями, она специально для этого застройщик открыл дубайскую компанию, и здесь процесс еще больше упростился, да, вот, поэтому, собственно, можно так таким образом заходить, и более того, стребования к комплайнсу снизились, то есть, если в первом случае то, как мы работали, принимали британские юристы деньги, соответственно, они делали полный комплайнс, сейчас мы знаем, что большое количество клиентов, несмотря на то, что у них абсолютно чистый доход, они вынужденно снимали деньги с банковских счетов, потому что свифт не работал, да, и даже внутри России их было никак не переместить, а все, что выход в кэш, это уже, ну, недостаточный комплайнс, и когда мы проводим оплату через дубайскую компанию, там требования к комплайнсу, естественно, существенно ниже, и поэтому платеж проходит без проблем. Аккумулирование вот той прибыли, о которой мы говорим, применение к Индонезии, к Таиланду или вот сейчас к Великобритании, это тоже, как правило, счет в какой-то, ну, юрисдикции отличной от России, но при этом не обязательно в недружественной. Вы знаете, очень сильно разнится, как выгоднее получать доход в зависимости от юрисдикции, где вы его зарабатываете. В Таиланде это лучше всего открыть локальный счет, потому что меньше налог, когда вы официально оставляете доход внутри страны, 5% НДФЛ вместо 15% при выводе за рубеж. На Бали, в принципе, девелоперы могут вам перевести его куда угодно, в том числе криптой из Англии доход. До сих пор в некоторых случаях доходит в Россию. Сейчас, конечно, все больше и больше клиентов поднимают как раз вложок, но до сих пор я удивлена, какая-то часть, это может быть несколько десятков человек продолжают получать на российские счета. Но можно получить на любой другой зарубежный счет. Но мне кажется, что практически у всех уже зарубежные счета появились. Другой вопрос. Те, у кого не появились, в конце концов, да, это не по щелчку пальцев, как там два года назад, но эта задача, вот эта задача 100% решаемая, причем абсолютно в легальном поле, что со стороны той страны, что со стороны Российской Федерации, тут проблемы в этом нет. Вопрос вот от Ивана подошел про строящиеся проекты, которые вы можете выделить на букете Бали сейчас. Адекватный ценник за квадратный метр. Ну, буквально пару слов, раз уж мы опять вернемся к… Да, один из лучших проектов, который я сейчас точно рекомендую, это проект Gardens, девелопера Ливин, с которым у нас заключен эксклюзивный контракт на продажах объектов в России, в странах СНГ. Там цена за квадратный метр начинается от 2300 долларов за квадрат. Это очень-очень низкая цена, в том числе и для букета. Вот, да, вы задаете вопрос, какая средняя. Часто в небольших кондоапартаментах, которые сейчас у многих застройщиков присутствуют в концепциях, там цена начинается от 4000 долларов за квадрат. У кого-то близится даже к 5000 долларов. По виллам, как правило, сейчас диапазон – это 3300-3700 за квадрат. Это на какой стадии готовности объекта? Это разные есть варианты. Это может быть как стройка, в готовых, ну, естественно, больше, но в готовых она будет зависеть также, это часть отельной концепции, где есть общая инфраструктура, за которую нужно было заплатить, или это отдельно стоящая вилла. Потому что у нас были случаи, когда мы находили готовые отдельно стоящие виллы на Буките, где была цена за квадрат там 2300-2400 в готовой вилле. Но она была большая и отдельно стоящая. Отсюда, собственно, была такая цена. Окей. Так, ну и давайте мы вернемся. Значит, мы говорили о гарантированной доходности, да, то есть Великобритания и… Таиланд. Да, Таиланд, да, у нас с нами был. Ну, давайте просто мы через некоторое время, я уже знаю, что в начале следующего года с вами проведем вебинар отдельно по Великобритании, но сейчас просто буквально легкое напоминание. Те, кто не слышали, могла смутить фразу про какое-то строительство, вот про эти коттеджи. Просто за минуту буквально откуда они берутся и что это такое? Это концепция загородных отелей. Если у нас все отдыхают на дачах, то в Англии британцы ездят вот в такие концепции, вот сейчас я покажу план, да, типичного загородного отеля, два с половиной гектара земли, пять озер для рыбалки, общая инфраструктура, рестораны, бары и так далее. И в краткосрочную аренду на территории этих отелей сдаются коттеджи британцам, которые приезжают там с семьей, с собакой на длинные выходные, на неделю отдохнуть. Собственно, пользуются очень большой популярностью, и отсюда, собственно, берется высокая доходность, потому что это сдача в краткосрочную аренду посуточно, да, и, как правило, при посуточной сдаче там доходность 12-14 годовых. Из них 10 девелопера дает акционно до конца года инвестору, а остаток оставляет себе как управляющая компания. Ну и плюс, конечно, зарабатывает как девелопер. Вот такой, вот так вкратце. Окей. Давайте, дорогие Катерины, перенесемся то, вот выгодно инвестировать в популярные локации. И вот этот слайд, возможно, вообще вебинар нужно было с него начать, да, потому что он такой в общем и целом объясняет про возможные стратегии инвестиций. Ну, пару слов, может быть, о нем, и пойдем тогда уже по конкретным направлениям, как я понимаю, Ближнего Востока говорить. Да, ну, все инвестиционные стратегии, они, в общем-то, представлены на экране, да. Это первая стратегия флиппинг, про которую мы говорили применительно к Бали и к Дубаю. Это когда вы входите на старте продаж, а еще лучше на пресейле, и бронируете по самой минимальной цене объект. Вы платите в рассрочку, за счет чего вы можете делать высокую доходность на собственный капитал, потому что цена объекта во время строительства растет со временем. В разных локациях она может варьироваться от 20 до 60%, иногда и выше, что позволяет вам делать там хорошие 20-25% годовых. Но такая стратегия, возможно, не везде, и здесь обязательно нужно учитывать налоги и ликвидность объекта на выходе, и куда, в какую сторону двигается рынок. То есть, на примере Дубая мы рассматривали, что есть очень заманчивые случаи, когда клиенты делали 2-3 икса, и очень редкие, и случаи, когда клиенты не могли выйти даже после нескольких лет растущего рынка в плюс. То есть, здесь эта стратегия, она рисковая. Вторая стратегия – это аренда, когда инвестор заходит на более длительный срок с тем, чтобы получать, в первую очередь, пассивный доход от сдачи недвижимости в аренду. Она всегда управляется профессиональными управляющими компаниями, то есть, этим ничем самостоятельно не нужно заниматься. И доходность очень сильно варьируется в зависимости от того, какой это рынок и какого типа это аренда. Это сдача в долгосрок или сдача в краткосрок. И если это сдача в краткосрок, то какая там сезонность? Потому что чем ярко, более ярко выражена сезонность, тем ниже заполняемость, и, соответственно, тем ниже потенциальный доход. На Бали, да, почему это 15 годовых? Потому что практически круглогодичная высокая заполняемость. Летом приезжают австралийцы, зимой приезжают европейцы и россияне. Ну и, наконец, третья стратегия – это второй дом, когда преимущественно недвижимость выбирают за ее характеристики, которые нравятся самому инвестору, да, самому любимому, чтобы был хороший вид, чтобы там спальни были расположены так, как нужно, было правильное окружение и так далее. И уже там вторым фактором является то, как можно эту недвижимость давать в оставшееся время. Ну и еще дополнительный фактор, который, строго говоря, к стратегии не относится, но является иногда определяющим – это наличие ВНЖ или ПМЖ при инвестициях в недвижимость. Ну, теперь, как ни крути, вы сейчас находитесь в Дубае, и если руководителя департамента инвестиций что-то привело в Дубай, как бы, какие бы непростые и неоднозначные времена в любом рынке не бывали, значит, вы там видите определенную перспективу, определенную цель видите. По Казахстану вопрос видим, тоже обязательно ответим. В двух словах, что вас привело в Дубай, что вы там делаете, и что интересного сейчас с инвестиционной точки зрения предлагает в ОАЭ, как вы это себе видите? Вы знаете, я здесь немножко в другой причине. Мы в рынке Дубая работаем все-таки не только продавая Дубай россиянам, например, но и продавая из Дубая британскую недвижимость, которая сейчас очень популярна. Но с точки зрения россиян и недвижимости Эмиратов, мы видим постоянный спрос на стартах продаж. Это такая, помимо того, что инвестиционно привлекательная история бывает, она еще и такая очень адреналиновая. Достанется хороший юнит, не достанется хороший юнит, участие в лотереях и так далее. Мы недавно ввели отдельный вебинар, посвященный именно инвестициям на стартах продаж, лаунчах и тому, каким образом вообще заполучить юнит. И, собственно, вот такие старты продаж сейчас и, думаю, будут продолжать пользоваться популярностью, потому что дубайцы, дубайские застройщики, как никто другой, умеют создать вот этот ажиотаж, когда огромное здание на несколько сотен апартаментов разлетается за считанные часы. Вторая история в Дубае – это искать дистресс-активы. То есть, когда кто-то купил на том же самом старте продаж, не рассчитал свои силы и продает по переуступке уже по более низкой цене. То есть, вот этот первый инвестор проиграл, а вы можете выиграть, проинвестировав в такую дистресс-историю. Ну и, наверное, самая консервативная и более, наверное, правильная история – это когда вы хотите зайти в Дубай, потому что вам нравится здесь жить. И вы не можете просто снять что-то, что вам нравится. А снять тут что-то хорошее действительно сложно, особенно с ремонтом такого же уровня, например, как в Москве. Вот, поэтому многие очень покупают как раз скорее исходя из стратегии второго дома, недвижимость, которая нравится, которая по душе, которую можно использовать, когда сам приезжаешь в Дубай. Поэтому, вот, наверное, на рынок мы смотрим через вот эту призму. И больше, чем инвесторов, это либо первая категория, которая хотят заходить в старт и продаж, либо те, кто смотрит что-то для себя. Тем не менее, на этом слайде все равно доходность 5-10% вы видите вполне достижимой. Что это такое может быть тогда? Дубай, не поймите мне правильно, Дубай – это прекрасный город для ландлорда, который сдаёт недвижимость в долгосрочную аренду. Ну и в краткосрочную на самом деле тоже, но больше в долгосрочную, потому что закон хоть и защищает арендатора, он также защищает и ландлорда. Оплата принимается чеками вперёд, иногда даже одним чеком за год вперёд. То есть нет случаев неплатежеспособных арендаторов, не нужно покупать мебель, и доходность от сдачи в долгосрочную аренду может достигать там и 6-7 годовых в отдельных случаях. Ну, обычно это 5-6 годовых. Если сдавать в краткосрочную аренду и прям максимально загружать объект во время высокого сезона, то здесь вот возможны случаи там 10-ти годовых, хотя скорее это диапазон 7-8 при сдаче в краткосрок. Но здесь всегда вопрос, когда вы будете выходить из инвестиции. Если вы не хотите из неё выходить в принципе, или готовы там ждать пики, да, ждать следующего пика, который, кстати, не факт, что он будет выше, чем предыдущий, как мы видим на примере 2014 года, то Дубай прекрасный город и для того, чтобы быть ландлордом. Ну, вот те примеры, которые вы вот здесь представляете, почему они, что вас больше всего в них впечатлило именно в предменении? Да, про the source – это вот были примеры просто того, это были больше примеры спекулятивной стратегии, да, как она сработала и не сработала. Вот, также здесь, да, сейчас я немножко вперёд, да. А, у нас, по-моему, даже и примера нету. Там всё очень быстро меняется, так что у нас есть календарь лаунчей, который мы выпускаем каждый месяц, на следующий месяц. По нему можно ориентироваться, если вы хотите в старт продажи заходить. А distress активы вообще нужно искать точечно и быть готовым тоже быстро реагировать. А то, что недвижимость для себя, тут такой разброс, у нас брокеры локальные готовы всегда съездить на показах, сопроводить, всё показать. Поэтому Дубай – это дело очень индивидуальное. Хорошо, а если мы говорим, вот, Рассельхайма, и вообще не Дубай. Вот вы говорили довольно тёплые слова про конкретный проект, правда, в Мудаби, Рассельхайма, да, где прям слово казино, казино, которое там вот ещё построят, оно прям, ох, кажется, что мир поедет в это казино. Ну, уж как будет, я как бы в этом вопросе человек не азартный, мне трудно что-то сказать. Что вы думаете про них? Рассельхайма, она помимо казино привлекательна тем, что там всё-таки больше вещей для такого обычного туристического отдыха. Там горы рядом, потрясающие цвета вот эти в горах, закатные. Вот, больше развлечений, вот такого природного характера, например, как соседняя маманя, кстати говоря. Вот этим Рассельхайм, он также интересен, помимо казино. И, конечно же, пиар казино на международном пространстве, он даёт о себе знать и влияет, конечно, на рынок недвижимости. Вот, например, последний проект, у нас там клиенту брали номера, это Нобу, брендированная резиденция. Они в этом году запустили два проекта в Эмиратах. Один – это проект Альдара в Абудабе, где у нас, кстати, была возможность взять апартаменты, её не было практически ни у кого на рынке, а там был очень эксклюзивный продаж, эксклюзивный проект из закрытой продажи, там порядка 40 резиденций продавались. Вот здесь немножко полегче достать юнит. Вот такой, например, проект сейчас выбирают наши клиенты. А так, в Рассельхайме не могу сказать… Наверное, самое большое преимущество – это то, что по более дешёвой цене, чем в Дубае самом, можно купить варианты на первой линии. То есть, если сравнивать одинаковое качество и расположение, то в Рассельхайме будет дешевле на первой линии. И пока это вообще, в принципе, возможно по каким-то адекватным ценам. Поэтому в Рассельхайму идут и те, кто сами там останавливаются, и в туристических целях в том числе, ну и инвесторы, которые будут потом сдавать в краткосрочную аренду. Смотрите, ну, вы уже несколько раз упоминали, и, наверное, в презентации вы точнее сориентируетесь в нужных кадрах. Давайте несколько слов об Амане и Бахрейне. Это, ну, понятное дело, это совсем не Эмират, и с другой стороны, по крайней мере, географическое сходство определяет определенные, если не принципы, то, по крайней мере, общую идеологию какую-то схожую, возможно, в инвесторе. Ну, общего у всех стран Ближнего Востока – это, мне кажется, только наличие нефти и газа, ну и факт того, что это всё пустыня. И вот у Амана выгодно отличается тем, что это далеко не только пустыня, большой кустарство достаточно для Ближнего Востока, с достаточно разнообразной, ну, для Ближнего Востока природой. То есть там есть и горы, там есть дайвинг, рыбалка, и есть оазис на юге Амана – это Салала, где летом идут дожди, 25 градусов температура, и слежается весь Ближний Восток за счет того, что там комфортно. Да, да, вот. И получается, что в Аман, я вот сейчас вижу, сколько знакомых моих поехало в Аман, которые раньше вообще не слышали, что такое кустарство есть. Мы только не побеждали. Да, год назад. Нет, я даже не говорила ничего. То есть я там начинаю общаться даже с новыми людьми для себя, они говорят, о, я еду в Маскат в декабре. Говорю, прекрасно. В прошлом году мне бы сказали, что я не знаю, что такое Маскат. Вот, поэтому все-таки приятно видеть, что Аман продвигает себя как туристическое направление, а как мы знаем, это туристы, там и инвесторы в недвижимость. И в Амане, безусловно, более спокойный рынок. Сейчас я в конце у меня презентация. Да, вы кадр презентации. А я попрошу, мы с вами проводили не так давно вебинар по Аману. Я думаю, что коллеги мои просто ссылочку в чат скиньте, это довольно интересно. Там был подробный рассказ исключительно об этом пока еще все равно малоизвестном относительно других государств. Да, в Амане, что прекрасно, можно получить ВНЖ при любой сумме инвестиций в недвижимость. И помимо этого мы сразу же открываем счет. Если в Дубае нужно ждать получения ВНЖ, чтобы открыть счет, ну или там наличие рабочей визы, то здесь в Амане можно просто заплатить там 10% от стоимости недвижимости и открыть счет в разумные сроки. А проекты там в Амане, они отличаются от Дубаи своим размахом. То есть если в Дубае это, как правило, отдельно стоящее здание, да, в рамках большой концепции, то тут девелоперы сразу строят вот такие вот огромные города, городе, да, где отдельно там сразу и коммерческие площади. Вот, например, в этом комьюнити, который у нас очень популярен именно для покупки апартаментов. Вилла здесь менее популярная. Вот, здесь и Ники Бич отель, и британская школа, детский сад, и офисное помещение, торговый центр, и различные там спортивные, конные площадки. В общем-то, все-все, такой город в городе. И, конечно, здесь будет прекрасно сдавать в долгосрочную аренду экспатам и локалам, которые собираются в этом комьюнити жить. Вот такого рода проекты интересные в столице. Да, а в Салале, который курортный город, там интересно, конечно, сдавать в долгосрочную аренду. И как таман будет развивать туризм, тем выше будет становиться доходность собственников. Буквально пару слов о Бахрейне. Может быть, о Катаре, что и как сейчас, раз уж вы этим проблемами тоже начали заниматься. Да, Бахрейн и Катар, они похожи чем-то на Эмираты. То есть это такие небольшие государства в пустыне. И мне кажется, Катар немножко более интересен, чем Бахрейн. Потому что Бахрейн – это государство, которое соединено, в первую очередь, с Саудовской Аравией. И сейчас, когда Саудовская Аравия сама приоткрывается, Бахрейн немножко теряет статус такого окна в Саудовскую Аравию и локации, которая привлекает капиталы Саудовской Аравии. Но там в основном присутствуют несколько крупных застройщиков. Нет такого большого разнообразия проектов. Но есть также, как в Рассельхайме, можно на первой линии что-то купить еще вот в самом центре. Точно так же в Бахрейне и в Катаре можно купить вот в таких локациях, где в Дубае уже ничего нет на первичном рынке, либо там есть, но очень-очень дорого. Вот, наверное, за это страны эти и привлекают инвесторов. Ну что ж, дорогие друзья, Екатерина Орлова, директор департамента международных инвестиций Интермакк Реал Эстейт. Екатерин, мы сейчас проговорили, но у нас еще очень много вопросов есть. Еще есть несколько стран, про которые нас спрашивали. Давайте я вас про них поспрашиваю. Тем более, что некоторые из них были в том числе и у вас в презентации. И потом, если вы что-то еще не успели рассказать, вы обязательно расскажете. Хорошо? Давайте. Был вопрос, и у вас он фигурировал, эта сторона, Кипр. Ситуация такая довольно неоднозначная. С одной стороны, вроде как, едут туда, ну, по крайней мере, из России в основном за ПМЖ, да? Хотя, может быть, это и заблуждение. Но есть ли инвестиционные перспективы, и если есть, то какими вы их видите там? Я думаю, что Кипр – это в первую очередь все-таки про сохранение капитала. Да, по большей части первая инвестиция там делается с целью получения ПМЖ от 300 тысяч евро, но большая часть клиентов не останавливаются на вот этой первой квартире и докупают еще. Связано это с тем, что на Кипре конкретно достаточно высокий всегда спрос из Европы на такую вторую квартиру, третью квартиру и так далее. Помимо этого, Кипр постоянно как локация привлекает экспатов. Ну, точно так же, на самом деле, как Дубай, он просто делает это немножко другими способами. Привлекает там IT-аудиторию в первую очередь, привлекает своим статусом… Налоги интересного. Да, нон-домицелированного налогового резидента. Там более мягкий климат, чем в Дубае. Ну, годично, да, и комфортно очень жить. Но там немножко другой вайб. Если в Дубае все очень бизнес-бизнес и очень быстро, то на Кипре более расслабленный стиль жизни, подходящий часто для, например, жизни с семьей. И за счет этого цены они стабильно растут. Даже на закрытие паспортной программы оно не повлияло на рынок. За первые полугодия 2023 года было совершено максимальное количество сделок за последние 10 лет. Вот, что очень показательно, да, как бы паспортной программы-то нет. Причем огромную долю берут как раз и покупатели не из стран ЕС, то, что вы сказали. И не только там далеко, не только россияне. Которым не нужен ПМЖ, совершенно верно. Вот, поэтому это хорошая локация вот именно для того, чтобы разместить капитал с тем, чтобы там через 7 или через 10 лет его не обесценила инфляция. То есть как минимум рост цен будет обгонять инфляцию, и как минимум можно хорошо сдавать в аренду, зарабатывая те же самые 4-5% годовых в евро чистыми. Окей. Дорогие друзья, давайте в чате еще раз публикуем контакты Екатерины. Почему-то мне кажется, что несколько наших зрителей хотели бы с вами пообщаться потом уже так. Но вы сейчас в Дубае, да? До Нового года вернетесь? Да, я возвращаюсь уже в пятницу, и, как правило, конечно же, с клиентами работает моя команда. Вы можете, да, писать на мой рабочий WhatsApp. Я вас обязательно свяжу с тем членом команды, который наиболее профессионально вас может проконсультировать, да, поскольку у нас своя команда на Пхукете сидит, своя команда на Бали, своя команда в Дубае, в Стамбуле и, кстати, в других городах Турции. Ну, и, безусловно, московская команда, которая обслуживает всю Россию и часто бывает в регионах в том числе. Поэтому все ваши запросы мы обслуживаем с удовольствием и профессионально проконсультируем по всей нашей широкой продуктовой линейке. Отлично. Дорогие друзья, Екатерина Орлова, Intermark Real Estate. На этом будем прощаться. Ну, наверное, в таком вдвоем беседуем перед аудиторией уже, наверное, в следующем году. Екатерина, вас с наступающим. Пусть год будет мирным, добрым и финансово успешным. Благодарю, Филипп, и вас, и, конечно, всех наших слушателей тоже с наступающими. Удачных вам инвестиций и в этом, и в следующем году. Друзья, спасибо большое. Ну, и на следующей неделе у нас будет уже чисто наш маленький приановский вебинар. Будем подводить вообще итоги. Вот только я и вы обязательно вышли в приглашение. И Intermark Real Estate, Екатерина Орлова. Спасибо вам огромное. До встречи. Увидимся в новом году. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok